МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Губернатор Глеб Никитин выступил с отчетом правительства за 2022 год перед депутатами ЗАГС Собрания. Жители Нижегородской области смогут отдать свой голос на выборах губернатора прямо из дома. Минцифры просит нижегородцев активнее голосовать за подключение к интернету их деревень и сел. Подробности далее. Каждый раз мне искренне хочется начать свое выступление словами, каким был год благополучным, спокойным. Исключительно нормально, но каждый раз не получается произнести это слово. То есть каждый год у нас своеобразный и отличающийся непредсказуемыми новыми вызовами, проблемами, рисками. Не дает нам ситуация, конструктура расслабиться ни на минуту. Главный вызов прошлого года – специальная военная операция. Благодаря накопленному опыту правительства региона в социальной сфере. Соцконтракты были доработаны до военных, подставив крепкое плечо власти семьям мобилизованных, а затем и контрактникам. На сегодня заключено более 10 тысяч таких контрактов на сумму почти миллиард рублей. Направлено более 350 конвоев в воинские части. И я знаю, что многие из вас участвуют в этой работе, мне кажется, даже большинство. И хотел выразить всем искренние слова благодарности за неравнодушие и поддержку. В целом социальная сфера благодаря серьезной финансовой поддержке заметно меняется в лучшую сторону по каждому направлению. В первичном звене здравоохранения только за прошлый год капитально было отремонтировано более 200 объектов. Было закуплено 300 единиц современного медицинского оборудования и 351 машина. В 2022 году были введены в эксплуатацию 28 ФАПов, а всего за 5 лет их появилось 67. Для нас медицина – это очень важный итоговый результат – это снижение смертности. Мы уже видели от отчета губернатора, что, например, по молодейшей смертности, на самом деле, очень важный момент. За 5 лет она снизилась на 1,6%. Это очень эффективный, хороший результат, на самом деле. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась по отношению к предыдущему году на 12,5%. Хорошо известный вам проект «Поезда здоровья» позволил охватить осмотрами почти 125 тысяч человек. В регионе активно развивается и санитарная авиация. За 5 лет эвакуировано 1322 человека. А еще капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы, развитие центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году был открыт региональный сосудистый центр в Арзамасе. Особое внимание не только инфраструктурным преобразованием, но и кадрам. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 5 лет было привлечено более 400 специалистов. Безусловно, фундаментом технологического суверенитета нашего региона и страны являются высокопрофессиональные кадры. Начну с основной, наверное, составляющей работы с ними – это образование. Профессиональную траекторию мы настраиваем еще со школьницками. Развиваем и якорную образовательную инфраструктуру нового формата, где и архитектурная концепция, и наполнение, образовательная модель и траектория. Все отвечает за задачи раскрытия таланта ребенка. Яркий символ нижгородской сферы образования – школа 800. Корпус Печорок уже открыт. В новом учебном году здесь будут учиться более тысячи юных нижгородцев. Также будет запущен корпус на автозаводе. А на Бару в скором времени появится еще один знаковый объект – школа Негина. Работа по улучшению жилищных условий в регионе ведется комплексно и системно, в том числе и за счет федеральных решений. Это сделало возможным решение важнейших социальных задач, в частности, ликвидации накопленного наследия в сфере жилищных условий. Упомяну, конечно же, проблему с обманутыми дольщиками. В силу своих масштабов она подрывала доверие граждан ко всему сектору жилищного строительства. По итогам 2022 года число проблемных домов, включенных в единый реестр, сократилось с пикового значения 2020 года почти 200 домов, помните такой период, до 14, а сегодня их уже 9. За последние пять лет было введено более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. В этом году, на два года раньше, завершается действующая программа переселения жителей из аварийных домов. Из почти 13 тысяч нижгородцев 12 тысяч человек уже переехали в безопасное жилье. В многоквартирных домах стартовала региональная программа по замене лифтов. До конца 2024 года планируется обновить около 2400 лифтов. Настолько массовое обновление лифтового хозяйства в регионе проводится впервые. Я думаю, что не только в нашем регионе, в текущем году заменим почти 1000 лифтов, из них почти по 300 уже работы завершены. А всего до конца 2024 года планируется обновить около 2400 лифтов. Также вместе с лифтами мы обновляем входные группы, то есть проводим комплексные обновления. Серьезные изменения происходят в транспортной сфере. Развитие получили уникальные речные маршруты. В Нижнем Новгороде идет строительство новых станций метрополитена, модернизации трамвайных линий. В этом году региональное правительство заключило контракты на поставку 113 электробусов. Обновляем и автобусный парк, в том числе в северных районах области. За счет разных механизмов за 5 лет закупили более 600 единиц 18 муниципалитетов. Еще более 170 единиц будут закуплены благодаря уже одобренным специальным казначейским кредитам. В этом году в нашем регионе будут отремонтированы более 1000 километров дорог, а всего за время реализации нацпроекта были приведены в порядок более 4000 километров. Таких объемов работ по дорожной сети в Нижегородской области не было, как и масштаба работ по благоустройству. Благодаря профильным программам парки, скверы, площади, улицы, даже в небольших населенных пунктах становится место притяжения местных жителей. Головная боль северных территорий и газификация постепенно уходит в прошлое. В 2022 году были построены и введены в эксплуатацию почти 220 километров газовых сетей. Все абсолютно социальные обязательства, национальные проекты, показатели по национальным проектам, несмотря на все эти вызовы, были Нижегородской областью выполнены. Все ключевые экономические показатели базовые в плюсовой зоне, ну собственно это и есть залог того, что у нас получилось выполнять социальные и бюджетные обязательства. Даже, мне кажется, самый уже окончательный пессимист не может сказать о том, что регион у нас стоит на месте или буксует. Развитие видно во всем. Мы видим это в экономике. Показатели, которые характеризуют и валовый продукт, тросвалового продукта. И наши рейтинги в развитии промышленности, в инвестиционной привлекательности это все первые места, говорят о том, что направление абсолютно правильное. Служба информации Сергей Чеплякин, Алексей Калекин. Региональные Минцифры просят нижегородцев активнее голосовать за подключение к интернету их деревень и сел. Чем больше жителей проголосуют, тем больше вероятность, что уже в 2024 году в выбранном населенном пункте появится интернет. Голосование стартовало 17 июля на портале госуслуги. Свой выбор сделали уже около 300 нижегородцев. Проголосовать может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, но только в том регионе, где постоянно зарегистрирован и только один раз. Завершится голосование 13 августа, а его результаты Минцифры России планируют опубликовать 18 декабря 2023 года. Как повысить доверие нижегородцев к дистанционному электронному голосованию? Этот вопрос обсудили члены экспертного совета общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами. Напомним, Нижний Новгород – один из первых городов России, где начали внедрять дистанционное электронное голосование с 2020 года. Эта технология, на мой взгляд, очень комфортна. Ей можно воспользоваться в любое время, установленное в дни голосования, находясь в любом месте, при наличии устойчивого доступа к сети интернет. В этом году процесс голосования в Нижегородской области будет идти три дня, и все три дня можно будет проголосовать дистанционно. Для этого необходимо предварительно заполнить заявку на портале госуслуг. Система электронного голосования максимально защищена. Например, чтобы узнать результаты, требуется собрать ключ расшифровывания, который делится на несколько частей. Также будут работать наблюдатели. Разработана целая система. Существует так называемый единый стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Это форма чек-листа. Там существует более 60 позиций, за чем конкретно необходимо следить. И наблюдатель, общественный наблюдатель, пользуясь этим стандартом и пользуясь допуском к порталу, где отражаются все процессы, может точно совершенно фиксировать, соблюдены протоколы, соблюдены технологии или что-то произошло, произошли какие-то нарушения. Эксперты отмечают, новая система положительно влияет на явку избирателей на выборы, экономит время и трудовые ресурсы избирательных компаний. Служба информации Ирина Стефанюк, Михаил Городников. Ирина Стефанюк, Михаил Городников. Ирина Стефанюк, Михаил Городников. Ирина Стефанюк. Редактор субтитров А.Семкин